Уважаемые гости, уважаемые коллеги, еще раз всем добрый день. Мы начинаем наш сегодняшний вебинар. Он посвящен релизу от компании Ялинк. Ее нового продукта называется продукт Ялинк Митинг. Сервер. Это программный сервер для видеоконференц-связи. И в данном случае я хочу передать слово Леониду, чтобы он нас ввел, так сказать, в курс дела и дал нам отправную точку сегодняшнего вебинара. Да, коллеги, добрый день. Хочу вас поздравить с тем, что Ялинк с сегодняшнего дня, точнее говоря, с вчерашнего дня, когда состоялся официальный мировой анонс нового продукта Ялинк Митинг-Сервер. Так вот, с этого дня начинается новая точка отсчета. Ялинк переходит в категорию, в совершенно другую категорию игроков. Если до этого компания доставляла широкий спектр аппаратных терминалов для манифицированных коммуникаций, будь то телефоны, будь то телефоны, скайпо-бизнес, будь то терминал для видеоконференц-связи, то, начиная с сегодняшнего дня, Ялинк, мы вместе с вами можем предложить инфраструктурное решение полного цикла от одного бренда в области видеоконференц-связи. Вот слайд, который вы видите. Это карта продуктов решения 2017 года. До этого момента мы показывали этот слайд неоднократно на наших кабинарах, показывали его на различных конференциях, и слайд был примерно вот ровно такой же, с исключением правого верхнего угла. И мы говорили, что если вам нужно построить систему видеоконференц-связи, но при этом у вас есть ограничения, а не то чтобы есть ограничения, а нет потребности в сборе конференции, в сборе многоточечной конференции с большим одновременным количеством участников, то вам не нужно при этом там идти к кому-то третьему. Вам достаточно взять оборудование Ялинк, подобрать в каждую задачу, под каждое терминальное решение свою модель, и дальше, собственно, наслаждаться этой инфраструктурой. При этом, если вы хотите построить серовое решение, то наши терминалы совместимы. Ну и дальше там шел некий список продуктов американского производства, там, мирового производства, российского производства, которые прекрасно совместимы с нашими терминалами. Сейчас мы, как немножко другую риторику начинаем применять, мы говорим, что на базе одного продукта, одного бренда можно построить, ну, практически все. Как терминальное решение, при этом, если нужна конференция с небольшим количеством участников, то достаточно будет мощностей, возможностей заложенных в сами терминалы. Напоминаю, что старший терминал у нас в линейке сейчас поддерживает до 25 участников. Если нужны конференции большего формата, то тогда лучше, не лучше, а тогда мы предлагаем использовать решение на базе Ялинк Минтенсера. Мы сегодня не будем очень подробно рассказывать про Ялинк Минтенсервер. Мы сегодня с Дмитрием, точнее Дмитрий вместе со мной, с моей помощью проведет обзор возможностей. Говорим о позиционировании продукта, о том, кто других производителей является лобовым конкурентным решением. Чуть-чуть расскажу о ценообразовании и в заключении расскажем о том, как этот замечательный продукт можно взять и потестировать, какие есть возможности для... Так, ну что, передаю слово Дмитрию. На данном вебинаре мои комментарии будут отдельные, в основном касающиеся цен или каких-то организационных вопросов. Дмитрий. Да, спасибо, Леонид. Как мы уже говорили, Ялинк Минтенсервер – это программный сервер видеоконференц-связи. И основные его возможности – это простота в установке, простота в использовании, привлекательная стоимость. Рассчитан он на участников, игроков малого и среднего бизнеса. И потенциально Ялинк планирует сделать из своего митинг-сервера, скажем так, услугу видеоконференц-связи. То есть вы, ну, своих сервер, сможете его распиливать на маленькие кусочки, предоставляя доступ к этим кусочкам для абонентов, доступ к услуге видеоконференц-связи. Из каких компонентов на сегодняшний день состоит Ялинк Минтенсервер? Сразу оговорюсь, что это не окончательный список, так как релиз был 22, это первая его составляющая сейчас на экране, но до конца года Ялинк будет очень активно вести доработку, и в конце года мы, наверное, повторим наш вебинар, но с тем, что лишь разница, что будем рассказывать о новых компонентах, которые будут добавлены. Сейчас же имеется возможность планирования мероприятий, есть календарь с возможностью назначить день и время для проведения конференции, есть возможность создать совещание на лету, есть интеграция с Outlook, возможность подключения к видеоконференции нажатием одной кнопки. Сейчас уже Ялинк Минтенсервер поддерживает виртуализацию, и когда вы устанавливаете сервер, он состоит из нескольких компонентов, из нескольких модулей, и по идее это высокоотказноустойчивая система, в случае сбоя или ошибки в каком-то одном из модулей, это никак не должно повлиять на всю работу системы в целом. Ялинк Минтенсервер сейчас поддерживает создание виртуальных комнат, комнат, одновременно можно проводить несколько мероприятий, и ограничением в данном случае в рецензионной политике является одновременное количество вызовов. Поэтому комнат может быть сколько угодно, главное, чтобы вы превысили количество одновременных участников. Ну и отдельной строкой Ялинк много внимания уделил при разработке этого продукта безопасности и стабильности, поэтому тут все тоже на высоком уровне, как, впрочем, все остальные продукты Ялинк. Если немного подробнее поговорить о каждом из компонентов, то давайте по списку о возможностях. Что касается виртуализации, то сейчас поддерживаются VMware и HyperV. Что касается компонентов самого сервера, то сервер содержит непосредственно MCU для сбора многоточечной конференции, есть сервер регистрации, пока регистрация работает только в протоколах SIP, но до конца года будет добавлен и в протоколах H323, есть Traversal сервер, есть сервер управления устройствами, но, опять же, пока можно управлять устройствами Ялинк. Если клиенту или вам требуется работа и управление кодеками других вендеров, тут Ялинк открыт к разработке. Сейчас самое лучшее время взять Ялинк сервер на тест и развернуть у себя тестовую лабораторию, чтобы выполнить какую-то интеграцию, вам или клиенту необходимую, с кодеками других призвонителей. Ну и, пожалуй, на компонентах все. Давайте посмотрим, что там есть у нас в чате. Ну, вопросов я вроде не вижу. Леонид, у тебя по этому слайду есть что добавить? Пока нет. Ну, с моей точки зрения, полный дезинтельменский набор. Все, что нужно, это не работает. Хорошо. Тогда идем дальше. План. Это план, что мы имеем на сегодняшний день и что будет к концу года. Как я уже говорил, все компоненты уже есть внутри, для того, чтобы развернуть сервер и начать какую-то проверочную деятельность. К концу года Ялинк планирует добавить в свой сервер Skype for Business и Ялинк поддержку WebRTC и такие функции, как запись и стриминг. На сегодняшний день уже протестировано размещение как на собственных ресурсах предприятия он-премис, так и облачное размещение Ялинк плитинг сервера. Протестированы такие платформы, как Amazon и Azure. Мы же у себя в нашей лаборатории провели испытания на средства виртуализации в VMware и в Microsoft Hyper-V. Ярубил. Да. Что касается управления. После того, как вы инсталируете сервер, Ялинк предлагает сделать несколько, скажем так, тестов, чтобы понять все возможности сервера и понять, как они работают. Ну, тут, как я уже говорил, все очень просто и интуитивно понятно. Интерфейс несложный и буквально в 2-3 клика все нужные возможности вы найдете. Что же, прежде всего, надо проверить? Ну, это звонок 1 на 1, точка-точка. Можно запланировать мероприятие. При этом, как я говорил, есть интеграция с кодеками Ялинк. Когда вы планируете мероприятие, назначаете время, вы также можете выбрать участников этого мероприятия, которые должны будут присоединиться к конференции. После того, как вы назначили время и дату мероприятия, кодеки Ялинк, в том числе и программные клиенты для компьютера, получат у себя уведомление о том, что такого-то числа, такое-то время вы приглашены на мероприятие. И за определенное время до начала мероприятия, например, за 15 минут, также всплывет на экране уведомление о том, что не забудьте, через 15 минут у вас начнется конференция. И чтобы к ним подключиться, на кодеке или программном клиенте, или же индивидуальном терминале, таком как HIP-49G, надо будет только нажать одну кнопку, и вы попадете в VMware, созданную на Ялинк Митинг сервере. Из других типов событий можно попробовать Ad-Hoc Митинг, так называемые, прямо здесь и сейчас, собрания. Для этого, опять же, есть как в самом сервере отдельная, скажем так, кнопка, так и на терминалах Ялинк предусмотрена отдельная кнопка, нажав на которую, вы тут же попадаете в мероприятие. И на сервере можно проводить обучение, так называемый режим лектора, когда право голоса есть только у, собственно, лектора, а слушатели могут только внимать тому, что говорит лектор, и при возникновении вопросов у них есть возможность поднять руку. Вместе с дистрибутивом Ялинк Митинг сервер мы предоставляем всем интересующимся, всем желающим плагин для интеграции в Southlook, как только вы запланируете в Ялинк Митинг сервере мероприятие, тем участникам, которые должны будут к нему присоединиться, в Southlook будет приходить уведомление, что вас пригласили на совещание, на видеоконференцию. Ну, конечно же, у Ялинк Митинг сервера есть веб-интерфейс, о чем говорится в средствах управления, и вся, скажем так, вся модерация, все управление происходит именно через веб-интерфейс. Можно менять раскладки, раскладок несколько, есть равноправные участники, когда все будут участники одного размера, есть раскладка Continuous Presence, и пока еще есть третья раскладка, так называемая, кастомизированная пользователем. Вы можете сами выбрать, кого сделать крупнее, все остальные будут равномерно распределены по экрану. Что случается, твоя говорка, пока еще есть, планируется исключить, или планируется еще добавить какие-то варианты раскладок. Планируется еще добавить какие-то варианты раскладок. Над этими вариантами мы сейчас ведем диалог, и тут ваше участие, оно только приветствуется. Если есть опыт и предложения, то самое время их выдвинуть, потому что, как я говорил, до конца года я рекомендую активно будет дорабатывать, и, как мне кажется, лей-ауты это важный пункт, который точно будет увеличен, их количество будет больше. Надо сказать еще, что в раскладке Continuous Presence сервер поддерживает обнаружение активности голоса. Если всех участников кто-то начинает говорить, то Ealing Meeting Server делает его изображение крупнее относительно остальных. Максимальная раскладка на одном экране это 7 на 7, 49 участников. В принципе, конечно же, видеоконференции участников одновременных может быть и больше, все зависит от аппарата составляющей сервера. Все, кто не помещаются в эту раскладку, 7 на 7 с определенным интервалом будут меняться на экране. Поэтому тем, кто участвует в видеоконференции, не удастся где-то уснуть, так скажем, увельнуть от видеобеседы, так или иначе, с определенным интервалом его изображение будет появляться на экране и спикер будет видеть всех, кто его слушает и как его слушает. Сейчас на вашем экране представлен скриншот сервера. Здесь показан календарь, где вы выбираете месяц и день для вашего мероприятия. В этом дне вы выбираете время и на нужное вам время назначаете мероприятие. Пока, как вы видите на скриншоте, интерфейс на английском, но мы со своей стороны уже выполнили локализацию продукта и в одном из ближайших обновлений после установки сервера вы уже увидите русскоязычный интерфейс и будет гораздо удобнее вам работать. На следующем слайде я хочу показать, что когда вы запланировали время для мероприятия, то в открывшемся окне вы можете добавить участников в это мероприятие и после добавления участники получат у себя на экраны уведомления, у них будет висеть расписание, скажем так, где они будут видеть дату и время мероприятия. На следующем слайде представлен интерфейс, из которого происходит управление во время конференции, управление ВМА. Здесь вы можете пока что всех зарушить, добавить еще одного участника, управлять лейаутами, но опять же я оговорюсь пока что, потому что Ялин будет зарабатывать список возможностей и тут мы и Ялин открыты к диалогу. Вместо как выйти в интерфейсе еще есть для добавления новых кнопок и функций. Ну и что касается безопасности и надежности. на физическом уровне как я говорил система состоит из нескольких модулей которые в целом объединяются в единый сервер или митинг сервер и работа одного из компонентов если она идет так никак не влияет на работу системы в целом. Что касается транспортного уровня то здесь есть поддержка DLS для шифрования сигнализации есть поддержка SRTP 128-битным ключом и что важно хочу отметить поддержка большого количества механизмов преодоления на здесь есть ICE здесь есть и TURN STAND и NAT поэтому для работы с кодеками неважно как глубоко они будут запрятаны в локальную сеть это большой плюс ну и на уровне приложений по веб вы к интерфейсу великим сервера обращайтесь в протокол HTTPS что обеспечивает шифрование всех упалимых данных и если вдруг произойдут какие-то сбои в компонентах системы то на email администратора сервера будет высылать сообщения об этих сбоях с информацией что конкретно работает и так или продает ошибку вопросы какие-то есть коллег если вопросы есть пишите в чат мы его смотрим и будем оперативно отвечать теперь я предлагаю перейти к системным требованиям расчет обратной составляющей для нашего программного сервера EOLINK следующий количество процессоров умножается на количество ядер в этом процессоре и умножается на тактовую частоту каждого ядра в итоге мы получаем какую-то цифру и чтобы понять что что дает нам эта цифра ниже есть пример если мы будем рассматривать видео от каждого из участников видеоконференции в формате HD плюс видеоконференции будет транслироваться карта в контент в формате Full HD тогда например мы возьмем аппаратный сервер с двумя процессорами процессоры это будут Intel Xeon E5 серии 26-20 с 8 ядрами в каждой частотой 2 и 1 гигагерц мы умножаем количество процессоров это 2 умножаем на количество ядр в каждом процессоре это 8 и умножаем на номинальную такту и частоту это 2 и 1 получаем цифру 33 вот для формата видео HD это 33 одновременных вызовов такой сервер с установленным ядрик 16 одновременных вызов такая аппаратная составляющая сможет выдержать что касается полосы пропускания если мы будем на сервер отправлять видео каждую часть будет отправлять видео в формате Full HD то нужно на каждого примерно 1,7 мегабита если же формат видео будет HD то порядка 1 мегабита полосы пропускания надо выделить на участника ну а дальше вам нужно просто понимать сколько у вас будет участников и умножить это значение на количество участников и вы тогда поймете какой канал требуется вашему серверу для обеспечения высокого качества видео Леонид ну вот слайд про деньги да немножко чуть-чуть про деньги про ценовую политику Дмитрий уже сказал что сервер рассчитывается исходя из количества конкурентных лицензий собственно этим определяется возможность конференции зарегистрированы могут быть там десятки сорок тысяч различных абонентов но именно количество купленных лицензий определяет возможность максимального сбора конференций стоимость рекомендованная розничная цена для одной лицензии в данный момент это 1200 долларов ну вот исходя из тех формул расчета которые были на предыдущем слайде которые озвучил Дмитрий давайте попробуем прикинуть попробуем посчитать сколько будет стоить программная аппаратная платформа на сорок одновременных вызовов с качеством HD понятно что у кого-то из заказчиков могут быть свободные серверные мощности он будет использовать виртуализацию про которую тоже говорилось ранее но кто-то может захочет поставить это все с нуля или в качестве выделенного отдельного аппарата ну так наверное проще начинать подсчет так проще наверное начинать разговор с заказчиком вот мы взяли для примера соответственно 40 лицезий как я и говорю умножили на 1200 долларов цена программного обеспечения 48 тысяч долларов и железо которое необходимо для этого мы брали для этой оценки расчет предоставленный любезно предоставленный одним из наших партнеров компании CSS флагман соответственно вот тут на слайде вы видите конфигурацию этого серого и цена 18 800 да если мне да вам задний меня 18 800 и так вот такое решение готовое решение под ключ программного аппарата будет стоить будет стоить порядка 60-70 долларов мы сравнивали с аналогами у других производителей ну от кого других скажем чуть попозже цена кратно лучше в нашу нашу сторону еще раз повторюсь это цена за программно аппаратное решение то есть за решение комплексного подключения сравнивали с куловым сравнивали с поликом семейством на работе соответствующих марок вопрос правильный задает гость к сожалению не представился ПО продается навсегда да ПО продается навсегда поддержка продается соответственно на год то есть лицензия продается на вечно ее продавать не надо продавать нужно сервис гарантии обновления поддержки сервис как сервис еще один есть предыдущий вопрос лицензируются пользователи системы или активные вызовы лицензируются активные вызовы сколько стоит сервис не помню этих цифр в данный момент приношу свои извинения информация будет в течение сегодняшнего завтрашнего дня повесена размещена на нашем сайте так кстати говоря мы завели на нашем сайте карточку завели отдельный раздел который называется сервера МСЮ там есть техническая полная полная дата-шип на Ялинг митинг сервер есть общее описание и приведена цена там же мы заведем вторую карточку которая будет называться сервис соответственно годовая сервисная поддержка на Ялинг митинг сервер там будет цена прошу прощения что эту цифру с собой сюда не делать спрашивать нужно ли обязательно оплачивать сервис что делать при отсутствии оплаты поддержки нет смысла рассчитывать на то что будет поддержка какие-то обновления если что-то у вас случилось вы останетесь с этим проблем наедине стандартная стандартная практика Виталий изувенок спрашивает ключ железный ключ не железный не железный ключ пьюсь программ если мы два года не оплачиваем поддержку через два года на третий год случился казус хороший вопрос общая практика такая если вы пропустили забыли или осознанно не платили поддержку а потом вдруг что-то случилось вы хотите получить гарантийное обслуживание вы оплатите весь период простоя прошел год вы два года не оплачивали потом что-то случилось вы решили купить годовую поддержку вам придется заплатить за три года за два года простоя и соответственно год вперед пока вроде бы все идем дальше что-то 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 происходит с активацией не совсем понятно вы когда сейчас берете в тесте или тиксер а впоследствии клиент приобретает то вместе с дистрибутивом он получает ключ который активирует ему то или иное количество лицей одновременных вызовов что-то не совсем понятно про выходной день поддержка пока поддержка осуществляется в режиме рабочей недели в случае выходного дня вам, Виталий, как интегратору, как поставщику мне кажется, надо какой-то договор составить с клиентом на поддержку 24 на 7 скорее всего какой-то скажем так какая-то простая поломка может случиться или какой-то простой сбой вряд ли вряд ли что-то глобальное сломается в сервере что потребует экстренной помощи нас как дистрибьюторы или инженеров самого Ялифа обычно большинство казусов они по причине сети клиента или ошибок клиента происходят вполне можно решать самостоятельно и на этом партнеры могут зарабатывать сам тут как бы флаг вам в руки если я правильно понял ваш вопрос ну да наша поддержка это поддержка скорее всего будет второй линии то есть мы будем оказывать какие-то консультационные услуги в первую очередь партнера а собственно первая линия поддержки то что говорит Дмитрий 24 на 7 это задача наших партнеров которые находятся близко близких отношениях но я имею ввиду с точки зрения взаимодействия слушай-поддержки близко находятся непосредственно с конечными заказчиками потому что опять же как сказал Дмитрий проблема может быть и не в нашем сервере проблема может быть в каком-то месте вот этого комплекса инфраструктуры и самая первая задача поддержки 24 на 7 собственно выявить в каком месте находится эта проблема и дальше либо решить ее ну либо привлечь нас производителя если проблема действительно на стороне идеально она может быть в полнении ну не у нас кто-то что-то нажал и что-то 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 не заработал да ну где и кто задача разбираться это задача как бы нашего партнера и действительно на этом можно какие-то фонтные сервисные контракты заключать какие-то особые условия прописан наша поддержка да это 5 на 9 5 рабочих дней с 9 до с 9 до 6 что касается совместимости последующий слайд на сегодняшний день Ялинк Митинг Сервер совместим со всеми имеющимися продуктами Ялинк для видеоконференц-связи это и терминал со встроенным МСУ это и терминалы и индивидуальные скажем так терминалы видеосвязи и программные решения как для компьютеров так и для мобильных устройств Ялинк планирует в ближайшее время выпустить клиент для браузера который будет по технологии WebRTC подключаться к Ялинк Митинг Серверу сейчас все терминалы Ялинк подключаются к Ялинк Митинг Серверу используя протокол СИП как я уже говорил можно использовать шифрование сигнализации голоса и терминалы других вендоров тоже могут быть использованы но опять же пока только по протоколу СИП до конца года Ялинк Митинг Сервер получит поддержку протокола H323 и также до конца года Ялинк планирует сделать поддержку MS-СИП для того чтобы интегрироваться с Skype for Business и Microsoft Линк вот тут повторюсь интеграция с Ялинк Сервера с терминалами Ялинк глубокая можно выполнить скажем так войти в мероприятие на лету как с терминала не заходя в интерфейс сервера так и пользуясь интерфейсом сервера планировать мероприятие с участием определенных терминалов и в Ялинке вы будете видеть аналогичный календарь где будет отмечено в каких мероприятиях когда участвуют данные терминалы можно непосредственно из виртуальной из виртуал митингрум сервера управлять включать-выключать голос на терминале терминале Ялинк и если такая интеграция или что-то подобное требуется на терминалах других вендоров то давайте общаться на это Ялинк готов и сейчас самое время ну и немного сравнений с лобовыми конкурентами о которых Леонид упомянул в начале нашего вебинара Ялинк предлагает сравнить свой митинг-сервер с продуктами в программно-аппаратном исполнении от Polycom и Huawei конкурентам со стороны Polycom Ялинк видит программно-аппаратный сервер RMX 1800 с набором дополнительных компонентов перед вами сейчас таблица я сделаю ее покрупнее чтобы мне было лучше видно кстати говоря если плохо вам видно можете воспользоваться слева на вашем экране есть такой ползунок плюс-минус это зум который позволит вам лучше разглядеть всю информацию в таблице так вот продукт Ялинк это программный комплекс дистрибутив all-in-one все необходимые компоненты уже есть в одном программном продукте если говорить про Polycom RMX 1800 то здесь отдельно покупается DSP то есть процессор который будет обрабатывать вашу конференцию отдельно сервер управления и отдельно сервер который будет выполнять скажем так коммуникации между участниками при этом если посмотреть по остальным компонентам в таблице такими как транскодинг детекция голоса то идет полное совпадение нет нет таких компонентов в Polycom которых не было в Ялинк митинг сервере но за исключением только поддержки SVC пока Ялинк ее еще не сделал но в планах это есть до конца года Ялинк собирается SVC реализовать если посмотреть дальше по различиям то максимальное количество на одном экране поликом это 20 участников у Ялинк это 49 и есть еще одно очень важное различие оно самое последнее по списку в правом нижнем углу это динамические UMA они созданы для того чтобы обезопасить ваши видеоконференции если вы создаете конференцию для переговоров с партнером или для переговоров с филиалами то вот эти ВМР Ялинк будет можно сделать активировать такую функцию как динамический ВМР Ялинк будет постоянно менять ID чтобы впоследствии участники бывавшей конференции и знавшей ID не могли по этому же самому ID снова подключиться и вдруг попасть в какую-то другую вашу конференцию ну и пожалуй все на этом проколюков закончим и пойдем дальше к Huawei Ялинк сравнивает свой митинг сервер с набором опять же программно-аппаратных компонентов Huawei VP 9630 VP 9650 и VP 9660 это опять же сервер управления сервер коммутации у Ялинка все в одном и тут разница примерно такая же поддерживаются Huawei SVC чего пока нет у Ялинка количество участников на одном экране у Huawei 24 у Ялинка 49 и также нет Huawei динамических VMR что есть у Ялинка во всем остальном полное полное сходство ну это скажем так поверхностный такой анализ сравнения более глубокие работы мы конечно же проведем и будем готовы к всяким конкурсам каверсам об этом Ялинка еще отдельно расскажет сейчас же я хотел бы перейти к программе тестирования Ялинк активно предоставляет сейчас Ялинк митинг сервер в тест и предлагает провести тест развернуть у себя на свободных мощностях свой дистрибутив и сделать буквально 5 рядовых скажем так действий которые в повседневности могут быть использованы заказчиком это регистрация терминалов на Ялинк митинг сервер планирование видеоконференций непосредственное подключение конференций управление конференцией и создание быстрых совещаний 5 этих возможностей дадут вам скажем так ну не в полной мере понять всю суть регистрации но дают вам дадут понимание картины ну и дальше я хочу передать слово Леониду чтобы он подробнее объяснил как собственно это уже заключительный скажем так слайд в котором мы хотели показать рассказать донести до вас мысль что представление вендора о том как должно проходить тестирование как должен проходить показ оно зачастую не совпадает с нашей фантастической реальностью все знаем что у нас люди очень дотошные очень грамотные я сейчас говорю про конечных заказчиков они не купят не приобретут оборудование они не примут решение пока они убедятся в том что оно работоспособно что оно совместимо с их существующей инфраструктурой но вообще пока не разберутся в том а что это вообще такое им предлагают причем чем сложнее оборудование в данном случае сервер сервером тем глубже дольше происходит это тестирование и вот тот показ основной функции который был на предыдущем слайде зачастую не разу удовлетворяет заказчик смотрев на это скажут что да хорошо базовые функции есть но давайте давайте разверните у меня пилот давайте поставьте мне этот сервер на какое-то время вот помимо возможности уже сейчас скачать дистрибутив как его скачать обращайтесь к нам есть подробные инструкции есть собраны все файлы в одном месте готовы доставить доступ к этому к этой информации плюс некую там краткую инструкцию где что лежит и как называется это есть уже сейчас вместе с этим дистрибутивом мы готовы дать вам такой документ который называется план тестирования понятно что это некие рекомендации у заказчика могут быть свои соображения у вас свои соображения что и как и когда там тестировать можно быть каким-то нюансам уделить больше времени каким-то рекомендованным нюансам меньше времени но тем не менее какой-то базовый план есть ну и соответственно попросим от вас отчет после этого потому что сейчас мы находимся в начале пути и любые советы рекомендации пусть даже негативные как бы реплики они крайне важны для того чтобы продукт стартовал максимально быстро и максимально быстро вышел на свою полную мощность версии 2.0 к концу года вот это то что мы можем предоставить сейчас папочки одну желтую и две зелененькие которые нарисованы снизу с июня месяца с июня месяца вы ну собственно я вместе с нами будет готов предоставить аппаратные комплексы для тестирования будут две модели одна на 34 другая на 68 одновременных HD соединений это максимальное количество это будут аппаратные платформы на которых будут уже предустановлены соответственно я лент виден всех как это получить как может быть там заранее записаться у кого-то уже сейчас есть возможность ну не просто у себя там тестировали в лаборатории сделать а уже есть какие-то потенциальные заказчики пишите пишите в почту если будут конкретные вопросы конкретные проекты я думаю что мы даже может быть ускорим не в конце июня а где-то в начале в середине уже сможем предоставить отдельный экземпляр ну вот штатная программа предоставления демонстрационных образцов подобная тому какая сейчас есть на кодеках представление демокитов она будет запущена в середину с конца июня до конца первого будут наверное на этом все готовы ответить на вопросы я бы еще хотел добавить что если есть у вас свои мощности свое железо на которое вы хотите инсталлировать или китинг-сервер и провести тест то лицензию галинг выдает сроком до конца года можете бесплатно инсталлировать пользоваться проверять проводить разные испытания это будет лицензия на 10 до для того чтобы ее получить можете обратиться либо ко мне либо ко мне у нас есть инструкция по тому какую программную аппаратную среду надо подготовить для установки дистрибутива и набор необходимых документов и программных обеспечений которые помогут вам провести тестовое испытание может быть какие-то идеи мы с вами поделимся или вы с нами по поводу 10 участников которые которые сказал Дмитрий 10 лицензия на 10 участников подается безо всяких условий просто под желание потестировать посмотреть и составить какое-то впечатление если вы захотите потестировать большее количество участников или вообще в идеале есть конечный заказчик который готов у себя развернуть пилот то конечно же этот вопрос тоже решает только нужно будет предоставить информацию что там и ЧП пирожок хочет развернуть сервер на 50 участников то будет достаточно чтобы дать вам дополнительные дополнительные лицензии что все наверх все что знали могли рассказали готовы ответить на вопросы пока возможно вопросы печатаются я хочу сказать что у нас каждый вебинар записывается и запись текущего вебинара в ближайшие день появится на нашем канале youtube поэтому если захотите пересмотреть или поделиться заходите на канал youtube набирайте там IP-матик и увидите данный вебинар и другие вебинары нашей компании запись пишнике всех гостей анонимусов мы вычисляем потом по-моему обязательно у нас тоже штатная процедура на чем пишется внутренне это шутка ну что ж тогда спасибо всем за внимание на слайде представленной электронной почте если вдруг какой-то вопрос вспомнится пожалуйста пишите не стесняйтесь будем рады помочь да нас ждет счастливое светлое будущее уже в этом году спасибо за внимание всего доброго спасибо